Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите информационный выпуск программы события. В студии работает Виктория Бичурина. В преддверии торжественной даты столетия со дня образования пограничной службы 26 мая на территории воинской части 2044 прошел спортивный праздник для военнослужащих и членов их семей. Собравшихся ждали детские аттракционы, концертная программа, фотозона, конкурсы, костюмированное представление и полевая кухня. Финальным аккордом мероприятия стал проведенный на стадионе пограничной группы символический флешмоб. Финальным аккордом мероприятия 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 сказала заниматься танцами в Минске, будет искать партнера, чтобы она с ними дальше танцевала. И думает открыть свою студию танцев. Это у нее есть маленькая мечта. Юные спортсмены признаются, что выступать на подобных соревнованиях для них – это уже большое достижение. Многие репетиции, месяцы подготовки, волнения стоят того, чтобы выйти на сцену и поразить всех до одного в зрительном зале своим мастерством, безупречным исполнением и получить заслуженную награду, делятся участники. Мы приехали из Молодечно. Занимаемся уже почти 7 лет. Танцы помогают в учебе. Я активный, очень много общаюсь. Я давно начала танцевать. Для меня это нравится. Я на сцене летаю. Для меня главное – участие, потому что танец для меня – все. Спортивные бальные танцы – это микс грации и в то же время силы легкости, и в то же время физической выносливости. Для одних танец – это способ самовыражения, а для других – целая вселенная гармонии, чувств и движений. Я занимаюсь танцами уже 10 лет. И я очень рада, что когда-то мама меня привела все-таки на танцы. И я просто ей за это очень благодарна. Потому что для меня танцы стали не просто как хобби, а уже как стиль жизни. Потому что на каждую тренировку я просто ходила с таким удовольствием. И для меня это был такой кайф – выкладываться по максимуму. Это боль потом иногда после занятия, но это была бы такая приятная боль. Я в дальнейшем хочу связать свою жизнь с танцами. Я планирую поступать в Институт культуры. Потому что я понимаю, что это мое. Я хочу в дальнейшем этим заниматься. И без этого я не смогу жить. Республиканский турнир вместе с хорошим настроением принес и заслуженные награды. Победители и призеры в разных возрастных категориях были награждены дипломами и медалями. Ах, школьные годы чудесные. Яркими моментами на всю жизнь они остаются в памяти каждого человека. В преддверии последнего звонка съемочная группа ОКС-ТВ поинтересовалась у выпускников средней школы номер один. Что им больше всего запомнилось из школьной жизни и с какими чувствами они покидают стены своего второго дома. С пятого класса начала учиться в первой школе, в средней школе номер один. Здесь мне очень понравился коллектив. Все были настолько дружные. И я очень рада, что начала учиться здесь. Любимый предмет, конечно же, наверное, был история. Для меня история очень интересный предмет. Химия. Химия преподает наша любимая, многоуважаемая классная руководитель Евтуха Людмила Ромальдовна. Она очень интересно преподает свой предмет. Очень грустно покидать эту школу. Не хочется. Сблизились с классом. Действительно стали семьей, близкими, родными. Конечно же, с учителями тоже очень сблизились. И, конечно, с классным руководителем она стала нам как родная мама. Чуть-чуть с первого класса. В 2007 году я пошел в эту школу. Не пожалел. Школе нравится. Любимый предаватель и преподаватель у меня был Леонид Леон, учитель истории с пятого класса. Вместе с ним добрый учитель. Хороший человек, нравится. Школу покидать, естественно, грустно. Кому не грустно ее покидать. Мореоприятия запомнились. День самоуправления, который у нас был весной, когда мы были в роли учителей в нашей школе. Было трудно быть учителем, сидеть за столом преподавателя. Пробовать, следить за детьми. Это трудно. Хочется отдать дань уважения учителям, потому что они вытерпели нас и будут терпеть дальше. Самый любимый предмет — это математика, потому что с самого детства я любила решать задачки сложные на вычитание, сложение, умножение. Но числа мне всегда безумно-безумно нравились. Школу буду я, конечно же, покидать с большим осадком на душе, потому что, как бы там ни было, я проучилась здесь с первого класса, и каждый преподаватель, каждый технический персонал всегда поддерживал, даже в трудную минуту, и когда было очень тяжело. И давали какие-то наподственные слова, и были все безумно дружелюбными. Естественно, 11 лет — это не одно мгновение, и они всегда идут то криво, то прямо. И, конечно же, они учат в первую очередь, как надо быть дружелюбным, поддерживать в трудную минуту своих друзей, приходить всегда на помощь, и никогда нельзя быть лицемерным, что ли. В первой школе я с первого класса. Попал я в первый В козелу Светальнина Вячеславовна. Скорее потому, что все мои друзья еще с детского сада пошли в эту школу, и я как-то пошел за ними в эту школу. Каждое лето ходим с классом в поход. Хорошее времяпривождение с друзьями, когда отложили эти смартфоны, телефоны, гаджеты свои отложили и пошли подышать свежим воздухом. Ведь поход это не с пункта А в пункт Б прийти, а это сам процесс преодоления этого расстояния. Часть первой школы — это в первую очередь какая-то ответственность. Мы всегда стремимся быть лидирующей школой в спорте, в каких-то предметах, олимпиадах. Я всегда маме говорила, что я пойду именно в эту школу. И действительно прошло время, и я учусь в первой школе. Мне очень запомнилось такое событие, как День матери, которое мы отмечаем каждый год вместе с нашими родителями. То есть именно наш класс это отмечает, это стало для нас такой особой традицией. Нам в этом помогает наш классный руководитель Евтух Людмила Ромальдовна. Мы даже вместе с ней пекли пироги для наших мам. И мы действительно проживали эти моменты. Они радовались за нас, мы радовались за них. Нам было очень действительно прикольно и весело. Я покидаю школу с чувством грусти. Я понимаю, что в моей жизни будет новая ступень какая-то. Я не хочу расставаться со школой, со своими одноклассниками, потому что мы стали действительно как одна семья. В авторское путешествие на открытом воздухе юных живописцев позвал региональный конкурс «Пленэр. Мой край Сморгонщина». Раскрыть свои способности, раскрепоститься и выразить себя с помощью красок и бумаги в самых живописных местах – такая возможность вот уже в четвертый раз выпадает участникам «Пленэра». Выбрать краски, которыми будут написаны воспоминания, предложили участникам, ставшего ежегодным регионального конкурса «Пленэра. Мой край Сморгонщина». Четвертый год подряд отдел идеологической работы культуры по делам молодежи Сморгонского райисполкома совместно с детской школой искусств имени Михаила Клеофаса Агинского проводит творческое мероприятие. Сморгонский край богат не только историей архитектурными памятниками, но и великолепными пейзажами. За всю историю конкурса наши ребята смогли запечатлеть в своих работах и в музее усадьбы Агинского, и Кревский замок, и Кушлянский край, в музее усадьбы Бугушевича. Выбор места в этом году не случайен, потому что 2018 год объявлен в Беларуси годом Малой Родины, а также 515 лет исполняется сегодня нашему городу. Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе. В городском парке, на аллеях и речном пирсе, в летнем амфитеатре и на мостике возле здания ЗАГСа можно было увидеть юных живописцев. Задержавшись возле ребят, прохожие могли понаблюдать, как создавались детские шедевры. Краски, карандаши, восковые мелки, акварель и гуашь – средства для передачи цвета и настроения. В конкурсе принимали участие 39 воспитанников детских школ искусств и центров дополнительного образования в возрасте от 9 до 16 лет из разных городов Беларуси. География участников конкурса с каждым годом расширяется. Принимают участие в конкурсе ребята из детских художественных школ, школ дополнительного образования, художественных студий. Это ребята из Сморгонского района, город Сморгонь, агрогородов Жодишки, Солы, ребята из Ивевского района, с Ашмянского района, агрогородов Гольшаны, также с города Жировище, с Воложинского района, агрогородов Богданово. В этом году к нам присоединился город Лида. Приехали к нам участники Слитско-детской художественной школы искусств. Живописные места, овеянные дыханием истории, вдохновили ребят на создание удивительно живых и эмоциональных рисунков. Краски на работах смотрелись настолько естественно, что казалось, будто пейзажи наполнены воздухом. Компетентному жюри выбрать лучших среди равных было непросто. Творческий подход к идее, выразительность художественного образа и индивидуальная техника были основными критериями оценивания. Глядеть на их творы вельми приемно. Они наполнены и частенью, и творческими некими помкнениями, и своим особенным таким поглядом на рычаисность. И когда их оценивать, то профессийному мастерству можно так само для себя некие новые такие идеи взять на профессийное мастерство. Спустя несколько часов на рисунках уже четко просматривались золотые купола церкви, сияющие на солнце, величественные стены костела, утопающие в зелени, уютные парковые аллеи и родные городские улочки. Оказалось, что храм – это очень нужная вещь человеку, а рисование – это хороший способ развиваться. И сегодня храм меня вдохновил рисовать именно его. Я нахожусь в нашем городском парке и рисую этот большой валун. Меня вдохновил он, потому что нам рассказывали, что он самый большой в этом парке, и он находится в таком живописном месте. Рядом с ним находится озеро, и это меня вдохновило рисовать. Я хочу, чтобы люди радовались, смотря на эту картину. И так просто люблю рисовать пейзажи. Юных художников не испугал и дождь, который шел на протяжении всего пленера. Наоборот, игра света в каплях воды только распалила воображение. На природе учиться проще, само окружение помогает творить, поделились участники. Можно не только увидеть уникальные вещи, но и сохранить их на бумаге. Многие хорошие моменты хочется задержать, и живопись позволяет это сделать. Опыт рисования на улице, это, я считаю, для новичков очень даже хорошо, потому что рисование на улице, я думаю, что это основа всего пути, который им понадобится, потому что это живопись, это умение работать в любых условиях. Я рисую многое, рисую в разных техниках, все мои работы отличаются. На самом деле, я думала, что будет более лучшая погода, но мне нравится даже рисовать под дождем, это тоже очень интересно. Что же тебе такое нравится на таких пленерах? Можно рисовать на свежем воздухе, с друзьями разговаривать. Мне нравится рисовать и в классе, но на природе еще лучше. Я участвую впервые, но мне очень понравилось. На природе рисовать легко и интересно, но очень вдохновляет. Моя картина получилась яркой, потому что у меня сегодня хорошее настроение. Мне очень нравится посещать города, смотреть их достопримечательности. Ну, наверное, нравится проводить время с ребятами, которые тоже любят рисовать. В классе тебя наставляет учитель и тебе объясняет правила, а когда ты приезжаешь на природу, то ты рисуешь от души и расслабляешься. Поэтому, мне кажется, все же лучше выезжать на природу. Организаторы уверены, что районный пленер юных художников будет и в дальнейшем способствовать популяризации культурного, исторического наследия Сморгонского края и явится действенной формой развития талантов подрастающего поколения. Сморгонский историко-краеведческий музей продолжает удивлять своих посетителей. В этот раз учреждение предоставило коллекцию экзотических птиц «Мир больших попугаев». Живая выставка позиционируется не только как развлекательная, но и как познавательная. На причудливых обитателей можно посмотреть и поговорить с ними, а также узнать о них много интересного. Выставочный зал Сморгонского историко-краеведческого музея буквально залили голоса экзотических птиц. Там представлена выставка «Мир больших попугаев». Громкие какаду, яркие ары и другие пернатые чирикают и иногда даже что-то говорят посетителям. Забавные птицы, несомненно, поднимут настроение и не оставят никого равнодушным. Гости выставки смогут также узнать много интересных фактов о жизни, местах обитания и поведения разных представителей семейства попугаевых из информационных стендов. Здесь представлено 25 видов попугаев и 11 певчих птичек. Эту выставку любезно предоставили семья Григорьевых из города Вечебска. Уникальная птица тем, что это большие попугаи, которые проживают в различных уголках земли, поэтому можно будет видеть некоторые представители. Здесь и ара желто-синий, и какаду, и очень интересный жако, который очень красиво поет свои прекрасные попугайчи песни. Хотелось бы, конечно, пригласить всех желающих, и горожан, и гостей к нам на выставку. Выставка очень интересная и уникальна, конечно, тем, что это живые птицы, с ними можно пообщаться, ими можно полюбоваться. Достаточный материал, чтобы с ними ознакомиться здесь на выставке. И, конечно, это возможность взрослым, наверное, окунуться в мир детства, а детям приобщиться к миру природы, к миру прекрасному через знакомство с этими экзотическими птицами. Живая выставка продлится по 10 июня. Время работы с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника. 1 июня в городском парке пройдет праздник «Ко дню защиты детей. Детство – счастливая пора». В 11.00 открытие праздника – концерн детских творческих коллективов. С 11.30 до 14.00 будут работать творческие мастерские «Город мастеров». Арт-площадка «Здравствуй, лето». Спортивный городок «Олимпийские рекорды». Игровая площадка «100 затей для друзей». Порадует развлекательная игровая программа «Детство – это смех и радость». Выступление кукольного театра «Променчик», музейная игра «Собери пазл», демонстрация пожарной техники. В 12.30 состоятся показательные выступления служебных собак. Антициклон подарил нам июльскую погоду. Столбики термометра вплотную приближались к 30-ти градусной отметке. В среду 30 мая будет жарко, обойдется без осадков. Ночью температура воздуха составит плюс 17, плюс 19. Днем 28, 30 со знаком «плюс». Ветер северо-западный слабый. В четверг 31 мая характер погоды начнет меняться. С севера придет скандинавский антициклон, который принесет прохладная воздушная масса. Ночью столбики термометров покажут плюс 12, плюс 14. Днем 20, 22 со знаком «плюс». Ветер северо-восточной пары весты. Это были основные темы, о которых мы хотели вам рассказать. Берегите себя, будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин